МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых интересных событиях из мира кино. О самых кассовых и рейтинговых фильмах. О жизни звезд и режиссёров. Об этом и многом другом расскажем вам прямо сейчас. С вами Ирина Ушегородцева. И Мария Рунч. И эта программа Кинокайф. И раз, и два, и три, и четыре. Так, с приседаниями закончили. Теперь моя самая нелюбимая планка. Здесь время тянется бесконечно. Ну что, вы готовы? Так, я не поняла, что здесь опять происходит? Что ты не поняла? Я решила переименовать нашу программу в спортивную. И теперь мы будем называться Худею к лету. Если хочешь, присоединяйся. Итак, на чём мы остановились? А, на планке. Принимаем положение лёжа. Ага, и лежим до самого лета, чтобы жиры успели отложиться в бока. Да ну что ты постоянно мне всё портишь? Не хочешь вести со мной программу? Можешь идти отсюда. Давай, 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 давай. Я, между прочим, тоже ведущая. Только не вот этого твоего действа, а программы Кинокайф. Опять начала свою шарманку. В прошлый раз ты же заставила меня надеть вечернее платье. Сегодня будем делать так, как я хочу. Будем худеть и точка. Ладно, давай. Ну, рассказывай, кто тебя смотивировал на спорт? Александра Бортич. Так, кто это? Видимо, не очень знаменитая спортсменка. Нет, это молодая и перспективная белорусская актриса. Она стала известной благодаря участию в фильмах «Как меня зовут», «Дух лес 2» и «Выстрел». Совсем недавно она снялась в фильме «Я худею». Вот с этого фильма и надо было начинать. Я не смотрела. Ой, давай, рассказывай, о чем там картина? В общем, так. В жизни у Ани две любви. Еда и красавец спортсмен Женя. После того, как Женя бросает ее из-за того, что она поправилась, Аня решает бороться за свою любовь и забросить 20 килограммов. Но оказывается, что в одиночку бороться с едой и с килограммами непросто. На помощь Ане приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля. А ты уже нашла своего одержимого здоровым образом жизни толстяка Колю? Очень смешно. Ты давай активнее гантельку-то тягай. А мне пора на пробежку. Беги, беги. А я пока расскажу, что ожидать зрителям на этой неделе в кино. И первая новинка этой недели – «Я сражаюсь с великанами». Барбара особенная. Ее уникальный талант – это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни. Также в прокат выходит картина «Каникулы президента». Устав от рутины, президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму. А заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из Энска, который скрывается от коллекторов в крымском санатории. И еще одна новинка этой недели – фильм «Твой выход, детка». С самого начала отношения страстные любовники Тони и Марк заводили друг друга с полуоборота. В ход шли любые подручные средства, но всему приходит конец, как разойтись, чтобы не убить друг друга. Ты же обещала тренироваться. Я тренируюсь, не видишь, что ли? Вот, гантелька. А ты что-то быстро побегала? Да я не успела. Только вышла из редакции и вспомнила, что забыла поделиться одной, ну, очень важной информацией. Какой? Комедия «Я худею» оказалась в десятке самых кассовых фильмов международного проката минувшей недели. Ты только представь, международного. Ну и что? Вот, например, недавно иностранные аналитики пытались понять, как российский фильм «Лед» оказался в топе мирового бокс-офиса. Ну, а теперь в десятку влетела и комедия «Я худею». Похоже, что российское кино постепенно набирает вес, как и героини твоего фильма. Картина «Я худею» собрала более пяти миллионов долларов и занимает девятую строчку в топ-десятке. Так, интересно, а кто там выше? Восьмое место «Излом времени» — шесть миллионов долларов. Седьмую строчку занял брат Баджранки — восемь миллионов долларов. Индийский фильм с участием Салмана Кхана. Шестое «Детектив из Чайнтауна-2» — десять миллионов долларов. Второй китайский фильм в топе международного бокс-офиса. На пятом месте «Форма воды». Четвертое «Лара и Кроф» — четырех миллионов долларов. А вот третьим стал «Красный воробей» и собрал почти шестнадцать миллионов долларов. Вторым стал фильм «Операция в Красном море». Он собрал более двадцати трех миллионов долларов. И на первой строчке «Черная пантера» он собрал сто миллионов долларов. Теперь это пятый миллиардник за историю киновселенной «Марвел» и четырнадцатый из вышедших под брендом «Дисней». На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Рунч. И Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»